Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергея Медведева, 20.06 в Москве. Событие уже практически историческое, канувшее в лету, прошедшее на прошлой неделе. Прошло практически незамеченное. Саммит России и Евросоюза. А когда-то гремели фанфары лет 20, лет 10 тому назад. Звучали громкие слова о стратегическом партнерстве, о двух частях большого европейского континента, от Европы, от Атлантики до Урала или даже дальше до Владивостока, от Ванкувера до Владивостока. Все это в прошлом. Очень тихо, без официальных социальных мероприятий, без обедов, ланчей, ужинов. Прошел саммит между Россией и Евросоюзом прошлый вторник. И стороны тихо договорились разойтись по углам. В самом деле, о чем говорить, когда Майдан? О чем говорить, когда Россия и Евросоюз стоят, собственно, по две стороны этого Майдана и пытаются перетянуть это одеяло на себя. Дошла информация, что позавчера был выдвинут ультиматум Запада Путина и Лаврову о том, что Запад не допустит вторжения военного вмешательства России на Украине. Не знаю, подтверждена ли эта информация. Но в любом случае встает вопрос о том, что, собственно, нужно Европе на Майдане. И о том, что нужно Европе вообще в постсоветском пространстве. Что нужно Европе в ее отношениях с Россией. И чего Россия ждет от Европы. То есть вот такой у нас большой круг тем. Отношения России и Евросоюза. И, в частности, какое влияние на это оказывает Украина. В гостях у нас сегодня Сергей Константинович Азнобищев, директор Института стратегических оценок, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. И буквально с минуты на минуту к нам должен присоединиться Владимир Александрович Рыжков. Политик, политолог, сопредседатель партии РПР Парнас. Сергей, ну вот пока, может быть, коротко обозрим итоги этого саммита. Что это фактически не событие? Как бы договорились стороны, договорились ни о чем не договариваться? Встретимся в Сочи через сколько там? Пять месяцев? Это определенное, то, что произошло, это определенные знаковые события. А может быть, это метка. Помните, как в некоторых приключенческих романах? Вот такая вот послана метка, что сокращен нарочито и очень заметно регламент саммита, что нету обеда там или вечернего коктейля приема. Это все такие дипломатические знаки, которые выражают сегодня отношения Запада. Это знак Запада для России. Знак состоит в том, что вот то, как Россия обставляла свою политику в отношении Украины, а я бы даже сказал, что Украина по большому счету, это провал российской политики, не дипломатии, хочу подчеркнуть. Потому что дипломатия у нас очень профессиональная, а вот политика в отношении Украины, она изобилова как резкими поворотами, так и полной своей неясностью и непрозрачностью. Собственно, то состояние, в котором сегодня оказались до там вчерашнего дня российско-украинские отношения, они характеризовались и нарочитым невниманием, и, я бы сказал, реализацией некоего тезиса, который еще отрабатывался в коридорах власти в отношении Грузии. Вот мы сейчас их прижмем и сами приползут. И пытались прижать Грузию, не получилось, и мы видим, что из этого вышла. Вышла ситуация, которая, на мой взгляд, для России не очень благоприятна, а может быть и крайне благоприятна. Грузия осталась той, какой она есть, и становится независимым, рано говоря, еще сильным государством, но государством независимым, со своей национальной спецификой. И тезис, который здесь пропагандируется всячески, что Грузия это failed state, он абсолютно оказался дутым. То же самое, как... Да, мы это уже увидели практически. Ну, это понятно. Мы об этом еще поговорим, собственно, соперничестве или, возможно, сотрудничестве России и Евросоюза на евразийском пространстве. Но что касается итогов отношения с Евросоюзом. Вот, смотрите, 10 лет уже, да, 11 лет. В 2003 году было подписано вот это вот соглашение о партнерстве и сотрудничестве, да, PCA. Четыре пространства у нас было общих. И что в результате вот этих вот 10 лет? Да даже шире, если взять, 25 лет. Вот я более или менее тоже занимаюсь, как мы с Сергеем коллеги, занимаюсь этой темой уже не одно десятилетие. И вот, по-моему, просто производятся гигабайты звуковых всяческих отправлений по поводу отношений России и Евросоюза. А ВОЗ и ныне там, и я бы сказал, так сказать, даже гораздо дальше он отстоит от партнерства, чем в 1990, там, скажем, в первом году. Ну, есть все-таки некоторый материальный результат. Это отремонтированный и покрашенный центр Петербурга. Вы помните, когда был саммит? Саммит у третьего, да. И очень забавно, я шел по Невскому и удивлялся, что краска там не доходила до земли примерно на метр. И в расчете на то, что, по-видимому, картежи гостей будут быстро ехать и не очень будут замечать. Но тогда еще не была отработана технология олимпийского факела. Тогда эти баннеры, не было такой высокотехнологичной печати на баннерах. Можно же было все напечатать. Да, вот это все было забавно. Это тоже была примета и остается, к сожалению, примет в наше время. Мы являемся свидетелями, конечно, расхождения, я бы сказал, расхождений идеологических или серьезным идеологическим подтекстом. Все, кто мало-мальски эту тему изучает или осваивает, знают не только про договор, который мы никак не можем возобновить, но и про четыре пространства, про четыре дорожные карты. Если вот на этим начать осознавать, а что же в этих дорожных картах написано, о чем речь идет в пространствах, то мы видим то, что на сегодня называется value gap, да, по-ихнему, а по-нашему вот все больше и больше ширящееся расхождение в ценностях. Ну да, вот к нам присоединяется, наконец, Владимир Рыжков. Добрый вечер, Владимир. Рад вас видеть. Ну да, мы пытаемся сначала в связи с таким совершенно незамеченным саммитом России и Евросоюза понять, собственно, какой у нас итог отношений. Уже 11 лет как соглашение партнерства и сотрудничества, или вообще, если шире брать, то 23 года с тех пор, когда Россия и тогда еще европейские сообщества. То есть мы в ВОЗ и ныне там, фактически. Мы у разбитого корыта, по большому счету, сейчас. Я бы сказал, что даже хуже. Я не все слышал, что говорил мой коллега, но на самом деле пропасть между нами становится все шире, и пропасть между нами становится все глубже. Фактически, если в 90-е годы мы были проевропейски ориентированы, что было отражено в договоре СПС, соглашение о партнерстве и сотрудничестве, если в 2000-е годы у нас был такой медовый месяц, когда пришел Путин к власти и был знаменитый саммит в Санкт-Петербурге, очень пышный такой, к 300-летию, с салютами, где вообще мы решили, что мы вообще сближаемся по максимуму, у нас будет общее экономическое пространство, гуманитарное пространство, чуть ли даже не общая внешняя политика и политика безопасности, то сейчас мы злейшие конкуренты. Давайте уж называть вещи своими именами. Евросоюз запустил несколько лет назад программу «Восточное партнерство». В эту программу вошли Украина, Молдова, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Грузия. И Евросоюз поставил своей задачей создать зону влияния фактически среди этих шести стран. Но ровно эти же страны воспринимаются Россией как наша зона влияния. И поэтому здесь уже речь идет не только о разрыве ценностей, здесь уже речь идет даже о определенном геополитическом соперничестве. И то, что мы сейчас наблюдаем на наших глазах битву за Украину, это отражение вот этой геополитической борьбы за влияние. А посмотрите, как Армения. Армения же тоже собиралась подписывать договор об ассоциации. Перед Вильнюсом, да, сломали. Перед Вильнюсом сломали, и Армения сейчас в таможенном союзе. Поэтому, я бы сказал так, отношения между Россией и ЕС почти на низшей точке. Хуже было, пожалуй, только в дни грузинской войны 2008 года. И, может быть, если вспоминать старые, это первая, вторая чеченские войны, когда такие были тоже заморозки фактически. Да, ЕС там чуть-чуть нам помогло, даже серьезно. Да, да, да. Но сейчас мы находимся на очень низкой точке. У нас два конкурирующих проекта. Россия продвигает проект таможенного союза, Евразийского союза, Евразийского экономического пространства. А Европейский союз продвигает проект восточного партнерства, где мы откровенно пересекаемся и конкурируем. А что вообще России нужно от Евросоюза сейчас? Я примерно могу представить, что Россия их, может быть, хотела от Евросоюза в начале 90-х. Речь шла вообще там о возможном членстве. Дальше мы говорили о партнерстве. Дальше мы говорили о технической помощи. И много там пришло, сколько по Атасисовской помощи. А что сейчас, в 2014 году, России нужно от Евросоюза? Я думаю, что две вещи. Я не знаю, как ваше мнение. Я думаю, что две вещи. Обе они очень прагматичные. Во-первых, чтобы Европа отвязалась от постсоветского пространства вместе с НАТО и вместе с американцами. Чтобы Европа де-факто признала, что это зона наших интересов, говоря таким языком геополитики. И второе, что нам нужно, я бы назвал это китайской моделью взаимоотношений. Это инвестиции, торговля, рынки без ценностей. То есть сейчас, что нас единственное отличает от Китая в наших взаимоотношениях с Европейским Союзом. Китай тоже с ними проводит саммиты, кстати говоря, периодически. Геосовско-китайские. Но разница в том, что мы пока формально не отказались от общих ценностей. Мы в Совете Европы. Мы в Совете Европы. У нас соглашение о партнерстве и сотрудничестве начинается с преамбула, где написано, что мы разделяем общие ценности. У нас куча деклараций на эту тему. Ничего похожего у китайцев с ЕСом нет. У китайцев с Евросоюзом просто бизнес и ничего кроме бизнеса. Китайцам нужны рынки. Китайцам нужны технологии. Китайцам нужны инвестиции. Вот мне кажется, что сейчас позиция России примерно такая. Геополитически признайте нашу зону влияния. Экономически дайте нам инвестиции, рынки, торговлю, технологии. А вопрос ценностей сейчас загнан просто в угол. И они превратились в чистое сотрясение воздуха. То есть они как бы есть общие ценности, но уважения к ним фактически сегодня нет. Но европейцы не согласятся же никогда на такой вариант, на такой минималистический вариант отношений, такой, как есть с Китаем. Сергей, так именно в этом и состоит тупик. Почему стоит соглашение так долго? Оно стоит на месте, сколько уже, почти 7 лет? О, 5 лет. Да, оно стоит на месте ровно по той причине, что мы совершенно по-разному к нему относимся. Россия выступает за предельно короткое общее соглашение без конкретики. А Европейский Союз выступает за максимально полное, многосоцстраничное соглашение, в том числе по секторам, в том числе по энергетике, плюс ценности. Так как эти два подхода совершенно несовместимы, то прогресса по нему нет. Я не знаю, может быть у вас есть какие-то новости из последнего саммита. Там они опять чего-то такое сказали, что есть прогресс и что скоро все возобновится. Но я, честно говоря, к этому скептически. Я не думаю, потому что при нынешней ситуации никакого прогресса такого существенного не будет. И совершенно очевидно, что вот этот наш позыв, давайте мы каким-то образом все-таки поделим, если не мир, то постсоветское пространство. Значит, как-то договоримся о невмешательстве. Он воспринимается, он вызывает совершенно ярое сопротивление на любой стране, на европейской, на американской. Но это суть сегодня невозможная. Мне сама постановка этого вопроса немножко смущает, напоминает Пакт Молдова-Риббентропа. Даже, кстати, на китайской стороне. А что к этому поводу думает постсоветское пространство, которое делит большие ребята? У нас менталитет, понимаете? Мы остались в менталитете великой державы. Не зря, удивительным образом, у нас в стратегии внешней политики, да, у нас там, по-моему, на третьем месте написано. А что мы должны делать-то? Какие у нас планы, да? Наши планы – это построение мировой державы. Вот мы что должны сделать. Вы знаете, напоминает замечательное совершенно высказывание Николая Первого, который написал на полях учебника по географии для кадетов. «Россия не есть держава промышленная или земледельческая. Россия есть держава военная, и назначением ее быть грозой миру». Вот, по-моему, золотые слова, произнесенные уже сколько, сто, там, не знаю, восемьдесят лет назад. Это было время Священного Союза. Это было, когда Россия была жандармом Европы и могла себе позволить наводить порядок где-нибудь в Вене. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Владимир Рыжков Сергей Ознобище. В телефон нашей студийной прямого эфира 6510-99-6. Скажу вам, какой у нас будет вопрос буквально через минуту, а пока что пауза. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня отношения России и Евросоюза. И, в частности, по поводу отношений, по поводу раздела, так скажем, да, вот этого одеяла Майдана, перетягивания Майдана на две стороны, российскую и европейскую. 6510-99-6. Телефон студии прямого эфира. Что для нас такое Евросоюз? Партнер или геополитический соперник? Как вы считаете? 6510-99-6. Андрей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я считаю, что геополитический соперник, прежде всего, для Евросоюза. Точнее, для Европы, исторически, это Россия. Причем, в любой своей постаси, будь то Российская империя, и даже до этого, как бы, Русское царство, там, Российская империя и так далее, по лесенке, по исторической. То есть, вы считаете, что вот этот вот императив соперничества идет оттуда, да, идет от Европы? Ну, разумеется, я вспоминаю, как в свое время маршал Фош, по-моему, в 18-м году, он сказал, что, как бы, война не выгодна, Первая мировая, потому что Россия, она и побеждена осталась. Ну, я так приблизительно цитирую. Ну, да, так что, в этом смысле, вы видите продолжение такой многовековой геополитики, когда за расширяющийся Запад, собственно, понятно. Поэтому, например, и к вопросу о ценностях, ведь вы сами сказали, упомянули, ну, вот, уважаемый Владимир Рыжков, что Китаю не навязываются ценности почему-то. Ну, что, если мы не Китай, мы чем-то отличаемся от Китая, отличаемся от Венесуэлы и от, скажем, других возможностей. Нет, ну, извините, но китайской цивилизации 5000 лет, в отличие от Венесуэлы. Ну, во-первых, вот этим-то мы и отличаемся. А мы отличаемся от китайской цивилизации именно тем, что мы, в общем-то, такой странный, немножко самостейный, но, в общем-то, осколок и слепок европейской цивилизации, как мне кажется. Они нас такими не воспринимают, надо понимать это. Понятно, понятно, спасибо, Андрей. 65, 10, 99 и 6. Что для нас Евросоюз, партнер или геополитический соперник? Кстати, начиная с Петра Первого, мы были великой европейской державой и играли ключевую роль в европейских делах. И наш гарнизон стоял в Париже после разгрома Наполеона. И Николай Первый был жандармом Европы. Европы, а не Азии, замечу я. Поэтому вот это нас и отличает с Китаем. Китай никогда не был великой европейской державой. А Россия 300 лет последних, как минимум, это великая европейская держава. Андрей здесь ставит один вопрос относительно Европы. А вообще, а что Европа ищет вот сейчас у нас? Что Европе нужно от России? Что Европа ищет со своим восточным партнерством? Почему Европа так заинтересована в Майдане? Вот как это объяснить? Ну, мне кажется, что, во-первых, Европа ищет в России покоя некоторого, да? Потому что, особенно в последнее время, те политические сигналы, говоря языком наших дипломатов, они были очень противоречивы и не всегда понятны. И хочется определенности, правильно? Ну, если возвращаться к голому марксизму, которыми любят оперировать некоторые наши эксперты, все-таки и до, даже до настоящего времени, вот энергетический компонент наших взаимоотношений, он тоже остается важным. Хотя наш сигнал, посланный неоднократно Западу, и наша капризность в поставках южной и северной потоки, не вырядится с Украиной, они привели к одному, что Европа и Америка с бешеной силой ищут как альтернативные источники, так и новые источники. Ищут все, что может, значит, поправить их энергетическую ситуацию. И она поправляется, и я думаю, что мы, к сожалению, скоро станем жертвами вот в этом отношении нашей собственной политики. Поэтому Европа ищет нормальных добрососедских отношений, вне зависимости от, значит, разницы в ценностях, но без какого-то хотя бы соотношения этих ценностей, хотя бы понимания этих ценностей. Европейская элита, я думаю, не сможет с нами полновесно сотрудничать, это совершенно очевидно. Это был Сергей Константинович Ознобичев. У нас на линии сейчас Кирилл Коктыш, доцент МГИМО. Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, мы пытаемся понять, почему, собственно, ЕС сейчас уже, когда, казалось бы, все круги расширения закончены, когда с таким трудом переваривается Болгария, Румыния, последнее восточное расширение, почему ЕС все-таки идет на восток? Что ЕС, что Евросоюзу нужно на Майдане? Ну, я думаю, здесь та же самая причина, по которой в Латвии введен евро и по которой в Литве евро будет введен через год. Сейчас, когда в Европе достаточно тяжелый кризис, когда под сомнение ставят сами основания объединения Европы, продемонстрировать успешность этого проекта крайне важно. И тем более ассоциация с Украиной, она же Евросоюза не стоила бы абсолютно ничего. Даже принесла бы какие-то доходы, не бог есть какие, то есть украинские рынки не в такой емкости, что ЕС всерьез смогла бы поправить свои дела за счет него. Но на самом деле символически продемонстрируют, что Европейский Союз остается привлекательным, что ради него можно сделать европейский Евромайдан на Украине. Да, на самом деле это очень много. То есть вы считаете, такая логика велосипеда, да, крутить педали, чтобы не упасть, чтобы не остановился. Европейцы просто не могут прекратить расширяться. Ну, здесь даже не то, чтобы прекратить расширяться. Ведь речь не шла о включении Украины в Евросоюз. Речь шла о том, что будет подписано соглашение об ассоциации. Евросоюз имеет соглашение об ассоциации с дюжинных стран. И, в общем-то, мало кто из них собирается стать членом Евросоюза. Поэтому речь идет для Евросоюза о способности продемонстрировать свою привлекательность. О способности продемонстрировать, что на самом деле игра стоит в речь. И европейские ценности могут породить даже такие подвиги, которые сегодня мы можем наблюдать на Украине. Мы можем рассматривать эти подвиги с любой стороны. Но, по крайней мере, накал в просте позволяет об этом судить. — То есть Майдан — это своего рода витрина для Евросоюза показать еще жизнеспособность этих ценностей и этого проекта? — Ну, повод и возможность показать эту жизнеспособность. Потому что я думаю, что реально у Майдана то, что он будет таким, не ожидал никто. И, более того, если бы не мисс-менеджмент Януковича, его, собственно говоря, неуверенность и его постоянное маневрирование, то вряд ли бы мы наблюдали сегодняшнюю картину. Скажем так, если бы не было первого разгона Майдана, то вряд ли бы этот протест вылился не то, что многомиллионный, не то, что многомесячное состояние, то, скорее всего, он просто затыл. — Ну, здесь надо сказать, что украинская власть сама совершила все множество ошибок, чтобы спровоцировать такое развитие. А дальше понятно, что если подворачивается пол, и если есть возможность продемонстрировать, то, что все-таки, несмотря на кризис, несмотря на Грецию, несмотря на ситуацию в Южной Европе, и не говоря уже про Болгарию и про Румынию, все-таки Евросоюз остается привлекательным, но, да, значит, игра стоит в плеч, и базовые европейские ценности, какие бы ни были, они не могут являться предметом сомнения, они остаются не под вопросом. Поэтому для Евросоюза это беспоигрышная на сегодня игра продемонстрировать, что он прочен, что он стоит и что он движется правильным путем, несмотря на все внутренние сложности. — И то же самое со всеми остальными членами Восточного партнерства? — И с Кавказом? — Я думаю, что в изрядной степени здесь логика та же самая, но с Восточным партнерством первичные интересы больше, потому что Польша, у кого Украина не подписала соглашение об ассоциации, встает вопрос, а нужно ли Восточное партнерство вообще? И тогда роль Польши, с одной стороны, если она как одна из основных стран, кураторов Восточного партнерства, если она достигает успеха и приводит Украину к Евросоюзу, это одна весовая категория. И в случае, если это заканчивалось шиком и заканчивалось ничем, это совершенно другая весовая категория, это если хотите все-таки провал заявки Восточной Европы на какую-то, может быть, лидерскую роль второго плана в Евросоюзе. Поэтому здесь, я думаю, что интересы как раз-таки Больши, в меньшей степени Швеции, в безрядной степени определяют логику Восточного партнерства, логику поведения руководства этих стран. — Ну да, здесь как бы был этот... — Сихорским, когда он заявил за Китай по поводу тех условий, которые Китай якобы выдвигает в Украине в качестве базовых условий для своих инвестиций. — Понятно. Спасибо. Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Это был Кирилл Коктыш, доцент МГИМУ. Ну вот, друзья, в продолжение вот этого всего, ЕС, вот так, не знаю, так заострить вопрос, ЕС сегодня является империей? Не военной империей, но, скажем, нормативной империей, империей ценностей. Империя, которая для того, чтобы существовать, вот потому что, если следовать вот этой логикой, которая должна расширяться. Не обязательно включать Украину, там, Белоруссию, в перспективе Грузию, Азербайджан в качестве членов, но в качестве ассоциированного партнерства, в качестве людей, которые получают техническую помощь и так далее. Так что в этом отношении ЕС, это некий расширяющийся имперский проект? На мой взгляд, нет. Это, может, проект, конечно, расширяющийся, но это то, что можно назвать центром силы, экономической силы, силой знаний, если хотите. Вот, если к этому присылку влиять НАТО, то в определенной степени и военные силы. Но это вот, это мировой центр. Вот это даже еще более правильное название. Мировой центр Китай, Россия может быть мировым центром, если мы немножко сконцентрируемся и самоорганизуемся. Я тоже думаю, что вряд ли можно назвать Европейский Союз империей, потому что все-таки определяющая черта любой империи – это доминирование. Мне кажется, сейчас у них наоборот, они сейчас не хотят расширяться. Мне кажется, сейчас больше хотят другие страны в их состав попасть. Сам ЕС, по-моему, уже наелся этим расширением, которое было в 2004 и 2007 годах, когда сразу 12 стран вступило, и там стоит очередь. И только что, вот полгода назад, Хорватия вошла. И там еще с этой Хорватией разбираться. Им еще разбираться с Грецией. Им еще разбираться с Болгарией. Им разбираться с Румынией. Черт и что в Испании 26% безработица. Италия, то ли она встала на ноги, то ли не встала. Исландия стоит в очереди. Поэтому это такая странная империя, которая сейчас скорее отпихивается от желающих в нее войти. Потому что ей нужно как-то самой преодолеть эту болезнь. У нее сейчас очень много внутренних болезней. И она не может разбрасываться. И, кстати, вот одна из тем по Украине. Это же вопрос чисто счетный. Что предложил Евросоюз Украине? 600 миллионов евро. Что предложил Путин? 20 миллиардов евро. Ну, есть разница. Огромная, колоссальная разница. А вот сейчас пакет, который говорят. И Борозу вчера опять повторил, что мы не собираемся платить Украине за ассоциацию. Это цитата. Борозу вчера опять повторил. Мы вообще не собираемся. Если хочет, пусть подписывает бесплатно. Поэтому в данном случае Янукович чисто по прагматическим соображениям посмотрел здесь, там. Он же съездил в Европу. Ему сказали 600. Он съездил в Китай. Сразу после этого ему сказали, ну, если отдашь землю, то сё и так далее. Потом он приехал в Москву и только здесь нашел радушный прием. Как положено на украинской ярмарке. Как положено на украинской ярмарке. Нашел одного покупателя на свои облигации. Поэтому это не империя. Если бы они были империей, они давно бы приняли Турцию. Крупнейшую державу, значит, переднеазиатскую, переднеазиатскую, да. Вот. И здесь вот я согласен с Кириллом, который говорил до меня, что когда мы смотрим на украинскую ситуацию, то очень важно иметь в виду польско-чешско-шведский угол зрения. Польский, я понимаю, но... На прошлой неделе была так называемая Вышеградская группа. Это как раз вот эти государства Центральной и Восточной Европы, которые граничат с Украиной и имеют там особые интересы. Если смотреть из Брюсселя или из Парижа, то украинский рынок, белорусский рынок крохотный. Если смотреть из Варшавы или из Братиславы или смотреть из Будапешта и Пради, он очень интересный, этот рынок. Поэтому мне кажется, что вот в этой попытке пойти на Восток ключевую роль, как раз об этом Кирилл говорил, ключевую роль сыграли поляки и шведы. Потому что то, что малоинтересно для ЕС в целом, крайне интересно для центральных, восточноевропейских стран, для которых это может быть очень большой перспективный рынок, для их малого бизнеса, среднего бизнеса, инвестиций, продукции и так далее. Шведы из того же экономического интереса? Шведы это интересная нация. Шведы, они маленькие, их 9 миллионов всего населения, но начиная с Улов и Пальмы у них глобальные амбиции. И у них сейчас очень амбициозный министр иностранных дел, которого хорошо знают в России, Карл Бильд. И шведы всегда стремятся играть более активную внешнеполитическую роль, чем то, что могло бы соответствовать весу и размеру их государства. Ну, шведов еще есть память, собственно, она закончилась на Полтаве, но есть память большая. Глобальная память у них есть, да. Ну, да, ну, правда, как пишет, наверное, сучит шведский историк Петер Энглун, да, там-то все и закончилось, и Швеция решила вернуться домой и построить уютный социализм у себя дома. Да, но сейчас они мыслят себя как проактивная европейская держава, которая играет огромную роль в европейских делах. Они были зачинщиками балтийской стратегии, они активно поддержали восточное партнерство. Они, кстати, одни из главных в мире спонсоров по помощи бедным развивающимся странам. У них одна из самых высоких долей ВВП, которую они тратят на гуманитарную политику. Поэтому это маленькая страна, но с большими амбициями. И не случайно она оказалась вместе с вышеградской группой среди инициаторов восточного партнерства. У меня вот такой вопрос. Смотрите, ну, мы уже все понимаем, уже не раз мы сказали, что так получилось, мы сами так сказали, что у нас ЕС нет общих норм. Хотя это, конечно, это нонсенс. У нас абсолютно, у нас нашу конституцию открыть, если мы живем в конституции или хотим жить в конституции. У нас европейская конституция, у нас европейские нормы, и все эти сравнения России с Китаем и с Ираном, которым там, я не знаю, никто не указ. Наш главный рынок Европы, наш главный торговный партнер Европейский Союз, наши главные научные, студенческие, гуманитарные связи это Европейский Союз. Вот, я вот пора это и хочу спросить. Ну, смотрите, допустим, что сейчас все говорят, хорошо, европейцы тоже подняли лапки, ладно, не делаем общих норм с Россией. Но есть ли у нас хоть какие-то общие интересы? И в каких сферах у нас будут общие интересы? Я скажу, знаете, про что? И тут со Швецией пробрасывается очень интересный мостик. Швеция еще удивительная страна, потому что она на ровном месте. При отсутствии серьезных ресурсов умудрилась построить высокотехнологичную экономику. Экспортно-ориентированную. Модернизировала. Понимаешь, у нее одних автомобилей, там, да, самолеты собственные. Понимаете, как-то маленькая страна. Вооружение. Да, и такие сабы, понимаешь, которые сейчас, правда, там, непонятно к кому принадлежат. Вольво. Да, Вольво, сабы, все. Вот это все, так сказать, где-то там на схалах между фиордами происходит. И вот и наш интерес. Наш интерес, который до недавнего времени у нас очень точно артикулировался, значит, вашим однофамильцем, нашим нынешним премьером, да, артикулировался о том, что мы должны создавать модернизационный альянс. Партнерство ради модернизации. Партнерство ради модернизации, да. И мы заключили, я посчитал, 26, вот то, что я посчитал, может быть, больше, соглашений о партнерстве ради модернизации. И плюс это, значит, с разными странами Европы, там, Швеция, есть очень достойные, есть, конечно, немножко для проформы, вот, так сказать, для галочки в политике, но заключили. С ЕС в отдельности. И здесь, и страны, многие страны, в основном Европы, и США тоже совершенно обоснованно, были названы Медведевым, значит, во время ряда его выступлений, в том числе, значит, там, перед дипломатами о том, что мы должны модернизироваться. Значит, такой доков этих вопросов, как Сурков, который был тогда, по-моему, заместитель председателя, какой-то такой, такой, очередной президентской комиссии. Он курировал Сколкова там и так далее. Вот, значит, он сказал, он сказал, да, говоря, его известное высказывание про, значит, что суверенная демократия, да, а что суверенная модернизация невозможна. Понимаете? И это абсолютная истина. И мы вот своей философией, политической и технологической, к этому пришли совсем недавно. И сейчас мы это замолчали. Но это же у нас откат, у нас в России идет совершенно идея, демодернизация. Вот, так что в этом отношении... Наш интерес в том, чтобы они ушли. Напомню... Продолжил бы про интерес. Да, у нас сейчас перерыв. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Владимир Рыжков, Сергей Ознобищев. Телефон наш студийный прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Скажите нам свое мнение. Что для нас Европа? Партнер или геополитический соперник? Почему мы так быстро поменяли свою точку зрения? Ведь на протяжении большей части последних 20 лет мы считали ЕС партнером. Столько из нас ездят постоянно в Европу. Действительно, Европа это для нас некий образец качества, образец некой цивилизации, к которой нам хотелось бы стремиться. Сколько бы нам не говорили, что там моральный упад, распады и деградация. И тем не менее, что сейчас происходит на Майдане? ЕС видится нам здесь, из России, из Москвы, как геополитический соперник. Так что же такое для нас Европа? Партнер или соперник? 65, 10, 99, 6. Мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Владимир Рыжков, политик, политолог, сопредседатель партии РПР «Парнас». И Сергей Азнобищев, директор Института стратегических оценок, ведущий научный сотрудник ММО. Говорим мы сегодня об отношениях, о нелегких отношениях России и Евросоюза, в том числе по поводу Украины. 65, 10, 99, 6. Код Москвы 495. Что такое для нас Евросоюз? Партнер или соперник? Как вы видите роль Евросоюза в Европе и в постсоветском пространстве? Возвращаясь к вопросу об общих интересах. В энергетике у нас есть общие интересы? Или как раз европейцы сейчас с осланцевым газом? Я как раз хотел продолжить то, о чем говорил Сергей, что у нас объективно куча общих интересов. Объективно. Европейский Союз – крупнейший рынок мира. Номер один. Россия – пятый-шестой рынок мира. Находимся рядом, граничим. Очевидный интерес развивать торговлю. Два гигантских рынка находятся рядом. Дальше. Четверть примерно нефти, треть где-то нефти, четверть газа Европейский Союз получает из России. Из всех своих поставок, которые он получает. Это гигантский рынок. Мы получаем, не знаю, может быть, там процентов 40 наших доходов от этого экспорта в Европу энергоносителей. Вот, огромный интерес. Дальше. Европа заинтересована в том, чтобы распространять технологии и строить заводы. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас возникла новая современная промышленность. У нас есть кусочки этого. У нас есть Калужский кластер, где Volkswagen сделал завод, еще несколько заводов немецких. У нас есть небольшой кластер промышленный под Петербургом, где есть европейские инвестиции. Неплохо идет дело в Казани, в их промышленных зонах. Но это все мелочи. То есть, на самом деле, если бы была комфортная взаимная среда для инвестиций, то очень многие производства могли бы быть созданы в России, ориентированы на внешние рынки и на российский рынок. Поэтому, знаете, космос, уже есть сотрудничество в космосе, там бесконечные перспективы. Наука, уже есть сотрудничество в науке, можно бесконечно это все расширять и продолжать. То есть, на самом деле, Россия и Европа очень хорошо сопрягаются друг с другом. Но по факту сейчас происходит следующее. У нас политика протекционизма, несмотря на то, что мы вступили в ВТО, у нас сохраняется куча запретов на инвестиции в так называемые стратегические отрасли. Их десятки. И такая же политика протекционизма, по факту, есть со стороны Европейского Союза. — Парадокс, они же нам помогли вступить в ВТО в 2012 году. — Да, да. Но парадокс в том, что мы очень хорошо могли бы сочетаться, но при этом мы строим барьеры. Все новые и новые барьеры во взаимной торговле, в инвестициях, в передачи технологий. — По-моему, мы тут же ввели этот утилизационный сбор на автомобили. — Да, да. — Сейчас очень острая проблема у нас в отношениях. Поэтому парадокс в том, что вот эта проблема ценностей, она кажется абстрактной, а на самом деле она нас очень сильно разделяет, даже с точки зрения экономики. Мы строим все новые барьеры и все дальше отдаляемся друг от друга. — Экономик, вы знаете, я посмотрел цифры перед эфиром, у нас фантастические же обороты. Мы там выйдем на 400 миллиардов долларов. — Для нас Европа, ЕС номер один, а для них мы, по-моему, сейчас 3-4, где-то 3-4, то есть уступаем только Америке, Китаю, может быть даже Сим. — По-моему, бизнес, он как-то не хочет вообще особо, чтобы с политикой мешаться, с этими общими пространствами, с базовым соглашением, вот лишь бы не мешайте, лишь бы все шло. — С этим-то не хочет, но он хочет быть юридически защищенным, правовым, физически защищенным. Понимаете, в этом и состоит очень серьезное опасение. Почему у нас капиталовложение к нам, да, вот эти самые, там, короткие деньги, как говорят экономисты, это значит, вложили и быстро убежали, надолго вкладывать опасаются, потому что, несмотря на призывы и разного рода экономические форумы, ведь есть и такой западный сарафанный радио, передают друг другу. Есть фирмы, которые консультируют и говорят, что не ходите вы туда, все потеряете. — Ну, возьмем пример Икея. Слово о шведах. Икея — крупнейшая в мире мебельная компания по производству и по продажам. И один из крупнейших в мире девелоперов, потому что они, помимо своих магазинов, они еще строят эти огромные центры мега по всему миру. Икея сказала, что больше в России строить ничего не будет. Почему Икея сказала, что больше в России строить ничего не будет? Это шведы. Они столкнулись с дикой коррупцией в Московской области. Известная история, когда они там лет 10 не могли построить эту самую развязку над Ленинградской. — В Химках, да. — В Химках, да. — Ну, там же священный рубеж, священный бассион. — А дальше по списку. Я знаю еще целый ряд городов, где уже был спроектирован комплекс Икеи, вот этот мега, и проекты были остановлены из-за отсутствия гарантий, из-за процедур, из-за дичайшей коррупции. — Из-за советских, из-за российских норм отката. — А что такое Икея? Икея — это могли бы быть десятки тысяч рабочих мест, это могли бы быть огромные обороты, и это могли бы быть миллиардные в еврах инвестиции в новые какие-то объекты недвижимости. — Ну, это да, это удовлетворенный спрос, это как бы создание некой, не побоюсь здесь даже, я не рекламирую Икею, но какое-то создание очень модернизированной социальной инфраструктуры. — Я говорю про то, что вот пример, есть глобальная шведская компания, одна из крупнейших компаний мира. По-моему, Ингуар Кампрат, ее создатель, до сих пор живет, дедушка ему уже лет 90, наверное, да? — 90, да. — Да, и он очень хотел развивать в России. Он, кстати говоря, у меня вот есть пример в моем округе в Барнауле, есть завод, который, деревообрабатывающий, который делал столы деревянные для Икеи, причем делал для всего мира. То есть, Кампрат, когда приходил, он хотел не только магазины строить, идея была еще в том, чтобы строить переработку древесины и доводить дело до... — Почти вся деревянная мебель, она, по-моему, процентов на 70 в России делается, и в итоге сейчас из-за отсутствия гарантии собственности, коррупции и ужасных процедур, Икея остановила свои инвестиции в стране. И такие примеры, к сожалению, можно множить. Это как раз показывает, что разрыв в ценностях, а коррупция — это тоже вопрос разрыва ценностей. Разрыв ценностей, он не только носит абстрактный характер. — Оборачивается материальными. — Не только геополитически, да. Он оборачивается совершенно конкретными материальными потерями. — 65, 10, 99, 6. Алексей на линии. — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Хотел подчеркнуть в дискуссии. Хорошая передача, очень понравилась. С гостями особенно. Вот. На те, сразу на вопрос, как говорится, враги или друзья, конкуренты или партнеры. Конкуренты, конечно, причем жестокие. Потому что, честно, как говорится, не судите по словам, судите по делам. То есть, по фактам конкуренция очень дикая. Европа, конечно, хочет одно, другое, третье, пятое. Но они хотят то есть, их не интересуют наши внутренние дела. Их интересуют, конечно, свои. Но нас тоже интересуют свои. Но они хотят именно все сразу и себе. Ничего не оставляя другим, ничего не давая взамен. Вот это видно именно по делам. То есть, юридически, словами, там все это красиво. — Понятно. — Ну, это принцип бизнеса, на самом деле, любого. Если не будешь выдвигать встречные условия, не будешь это вводить в нормальные, рациональные, культурные рамки, то так и будет. Ну, что же из этого? — Давайте еще раз зададим этот вопрос нашим слушателям. — Кстати говоря, европейцы известны как очень жесткие переговорщики. Это может сказать американец, любой китаец. Они мягко стелят да жетко спать. — А в это мы как вступали как долго, потому что мы отбивали огромное количество позиций. Правильно, что же? — Они очень жесткие. — На халяву и в собственность. Чего ЕС ищет на постсоветском пространстве? Что, по-вашему, ЕС нужно в Украине? 65, 10, 99 и 6. Что привело европейцев на Майдан? Код Москвы 495. Ну, вот давайте вернемся к этой самой больной проблеме, с которой мы и начали. Битва за Украину. Это что? Действительно, борьба за какие-то, помимо того, что здесь Кирилл Коктыш говорил, борьба за какие-то экономические активы? Здесь еще. Потому что я сейчас последние недели, месяцы сталкиваюсь с огромным количеством теорий заговора. Что привело ЕС в Украину? Что привело ЕС на Майдан? Мы слышим про это с утра до вечера на всех радиотелеканалах, кроме вот Фитам ФМ, наверное, да, еще там. Давайте послушаем наших слушателей. Виктор на линии. Слушаем, Вась. Да, здравствуйте. У меня вот вопрос такой. А какие плюсы у нас от вступления в ВТО? А, про ВТО. Понятно. Да. Спасибо. Ну как, можем сказать Виктору про плюс в вступления в ВТО? Если честно, пока рано говорить. Я как раз недавно был на одном семинаре у нас в высшей школе экономики, где Алексей Портанский, который у нас крупнейший специалист, Сергей, два Сергея, вы его знаете хорошо, он пытался анализировать. Но пока речь идет о каких-то там ничтожных вещах. То есть надо, чтобы это еще хотя бы 3-4 года поработало, тогда можно будет говорить. Пока особых изменений нет. Нигде. Ни в чем. Но удивительным образом, ведь понимаете, как мы не предрекаем, как мы не исполняем сейчас с Украиной вот этот наш странный танец, что евроинтеграция, ничего на свете хуже нету, да? Вот это наш главный тезис всех наших объясняльщиков. Почему-то и Украина не очень-то, да, это самое, одумывается и идет обратно. И в Европе никто, несмотря на кризисы, несмотря на серьезное, очень экономическое положение, никто не выходит из еврозоны, попросту говоря. Понимаете, никто из ВТО сломя голову не бежит. Вот в этом и состоит парадокс для многих наших экспертов, которые критикуют в ЕС их образ жизни, образ ведения дел. Тут есть фундаментальные вещи, которые слышны на Майдане, кстати. Мы не хотим так больше жить в этой коррупции, в этом обмане. Мы не можем смотреть на коррумпированную власть, мы хотим жить лучше. Вот это да, это ответ к вопросу, так сказать, зачем Украине ЕС, зачем Россия ВТО. Это работающие институты, это возможность жить по конституции, это возможность жить, опять-таки, извините за это слово, по нормам, которые у нас хотим мы того или нет, нравится или нет, нормы у нас европейские. И в этом смысле внешние такие институциональные рамки, как ВТО или Евросоюз, дают нам возможность к этому приблизиться. Владимир Налиня, слушаем вас. Добрый вечер, Владимир Москва. Я хочу сказать только следующее, что экономика, она требует определенных принципов, а наши правители до сих пор эти принципы не выработали. Ведь создайте правила игры. Бизнес, он довольно очень гибкая система, и мы можем, я сам небольшой бизнесмен, и мы можем приноровиться к любому. Но знаете, правила игры, если мы играем в футбол, то мы должны играть в футбол. Нет, так только они начинают что-то заводить, какие-то правила устанавливают, раз, буквально, через полтора, два года совершенно новые правила, совершенно новые установки. Но так же невозможно просто работать. Какие бы правила не были, хорошие, плохие, но вы устанавливаете раз и навсегда. А бизнес, он сам приноровится к этим правилам и сам найдет выход из любого положения. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Ну да, четкие и понятные правила игры. Я думаю, что это одна из таких европейских и глобальных норм. И это такой короткий ответ на то, чего нам можно искать или чего ищут украинцы, сейчас вышедшие на Майдан. А вы как считаете, что Европу приводит в Украину? Что ЕС ищет в Украине? 65, 10, 99, 6. Хочет ли Евросоюз, так сказать, отнять Украину из нашего постсоветского пространства? Слушайте, Владимир, вам что-нибудь известно о том ультиматуме, который был предъявлен через Лаврова, Путину, вот с такой Джоном Керри, с такой консолидированной, много-много об этом говорят? Интересно было бы узнать, что там было за кулисами этих переговоров. Ну, насколько, по-вашему, скажем, было бы реально или готовились ли планы российского вмешательства на Украине? Я не думаю. Я читал за последний месяц два массу конспирологических текстов о том, что вот сейчас Украина будет разделена на восток и запад, что Украина станет большой украиноговорящей Абхазией, значит, под крылом России. Я думаю, это все чепуха абсолютная. Понятно, что есть большое влияние Москвы, понятно, что есть влияние Брюсселя, о которой они не особо скрывают. Понятно, что есть влияние Вашингтона и Джон Керри это, по-моему, достаточно откровенно продемонстрировал на конференции по безопасности в Мюнхене, когда встретился с Кличко и Цинюком и предложил свой план урегулирования. К сожалению, вообще выглядит это так, что вот есть такая полуразоренная, полуобанкроченная, расколотая страна, которую рвут со всех сторон, на самом деле, рвут со всех сторон центры силы. Москва очень большой центр силы для Украины, Европа центр силы, Соединенные Штаты центр силы, то есть это в большей степени сейчас геополитическая игра, к сожалению, для украинского народа. Но мне все-таки кажется, что в Украине, в украинском народе, который на самом деле это часть нас, я там из Украины корнями, да и это самое, не знаю, каждый второй, наверное, есть внутренний стержень все-таки, и Майдан это проявление этого внутреннего стержня, что мы пойдем, мы хотим другой жизни, вот что говорит Майдан. Ну, а что касается конспирологической теории, не знаю, как власть, но экспертов, общественников, которые бродят, говорят, мутят воду, куда-то ходят, да, вот таких вот у нас более чем достаточно, о том, что говорят, что да, там Украина, не сегодня-завтра разделенное государство, если что, вот это, это, конечно, серьезно отравляет Я думаю, здесь, да, проблема в том, что люди очень любят играть в геополитику на словах, хочется себя почувствовать таким вот пикейным жилетом и, так сказать, бриан голова, как бы приобщиться к большим, к теням и звукам большой европейской истории, вот тут стоят войска России, тут входят войска НАТО, Украина разделяется, так сказать, Киев, Порто-Франко, что-то в таком духе. 65, 10, 99, и 6, что, по-вашему, ЕС ищет в Украине? Зачем Европе Украина? Зачем им нужна Украина? 65, 10, 99, и 6, код Москвы 495. Ну, а вы как считаете, вот сейчас в результате событий на Майдане, у Украины появляется европейская перспектива? То есть, ассоциация с Евросоюзом, дальше какие-то перспективы, я не знаю, еврозону? Я выражу скепсис, вот, мои корни лежат не на Украине, мои корни лежат вообще далеко за Уралом, я сибиряк. У меня вообще много поколений семьи сибиряки, поэтому я как бы смотрю из холодной Сибири на вот эти, значит, на хутор Близди Каньки и на все эти, значит, вареники, сметане, и мне кажется, что Украина все глубже погружается в пучину. Я хочу напомнить, что какие у нас были надежды в 2004 году, когда была оранжевая революция, какая у меня, как у либерала и у демократа российского, была эйфория. Вот когда Ющенко и Тимошенко и все эти замечательные ребята оранжевые пришли к власти, то была уверенность, что вот сейчас они построят сильные институты, вот сейчас они запустят экономические реформы, как Саакашвили в Грузии, вот сейчас они пойдут на всех парах к Европе. Это закончилось чем? Это закончилось еще большим экономическим кризисом, еще большим популизмом правительства Тимошенко, еще большими проблемами и тем, что сейчас происходит. И в результате Яновича. То есть у меня вообще такое ощущение, что Украина все меньше и меньше может распоряжаться сама своей судьбой. И у меня такое ощущение, что их элиты просто провалились. Причем и те, кто на Майдане, я хочу напомнить, что те, кто на Майдане, они были вице-премьерами, спикерами Верховной Рады, министрами. И те, кто против них, они тоже были в оппозиции какое-то время, а сейчас находятся у власти. То есть они меняются местами, а Украина все больше погружается в дестабилизацию. Моя идея может быть утопическая, но я считаю, что должен быть международный план стабилизации. Самое лучшее, если этот план будет российско-йесовско-американским вместе с международными финансовыми институтами МВФ, Всемирный банк и так далее. Им нужно оказывать срочную экономическую помощь, потому что если бы Россия не выделила им в декабре, по-моему, или в начале января 3 миллиарда долларов, Украина уже бы объявила дефолт. Но политически, что вы считаете, досрочные выборы? Политически, я думаю, что самое лучшее, это досрочные выборы. Президентские, парламентские. Только это, на мой взгляд, может увести людей с Майдана и перевести конфликт с уличного противостояния в политическое русло. Досрочные. Тут, конечно, можно разные предлагать сценарии деловых осуществлений. Мне кажется, мне кажется, как я это чувствую, и что говорит Майдан через людей, через своих посланников, это все-таки евровыбор. Евровыбор, понимаете? Он состоялся, рационально он или нет, но он состоялся в народе. А дальше уже будут пожинать плоды. Будет очень непростой путь, это ясно. Ну, вот мне кажется, здесь, да, такие ключевые слова сказал Сергей Ознобищев. Люди, по крайней мере, люди, вышедшие на Майдан, они сделали выбор, они за то, чтобы за политику действия. И это очень большая европейская ценность в данном случае. И вот вы знаете, я думаю, что с точки зрения такой не кондово-геополитической, а с точки зрения, ну, так скажем, более просвещенной, Украина в Евросоюзе может быть в очень больших интересах России. Ну, смотрите, вошла Латвия в Евросоюз. Вошла Эстония в Евросоюз. Что мы потеряли? Мы получили какие-то маленькие плацдармы в Европе, евро-русских. Мы можем туда ездить, покупать недвижимость. То же самое может быть и с Украиной. Так что, мне кажется, не надо в черно-белых тонах раскрашивать наше с Европой происстояние по поводу Украины. Украинцам пожелаем успеха. Это точно. Это был Владимир Рыжков, Сергей Ознобищев, я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok